Плановое кардиологическое обследование выявлено от инома 12-перстной кишки, располагающаяся в вертикальной части, ближе к нижнему изгибу 12-перстной кишки, на противоположной, на латеральной стенке, опять же, по описанию. Поэтому, собственно, здесь принципиальный вопрос сейчас как раз осмотра. Залина Викторовна очень хотела поучаствовать тоже в обсуждении этого пациента. Первым этапом как раз будет тать маска, которая активно будет обсуждаться, опять же, завтра. Но мы начнем сейчас делать это, и мы сегодня. Вопрос в тактике. Вообще необходимость удаления такого новообразования с учетом потенциальных рисков в области вмешательства и, соответственно, вообще даже тактические какие-то сниженные проблемы. Да, коллеги, значит, сейчас будем заходить. Я сразу одену колпачок. Пока два слова о том, на чем мы работаем. Да, потому что это уже сказали. Работает на Пентаксиме. Это у нас 7000-10 процессор. Аппарат у нас 29A10. Он отличается широким каналом. Канал 3.2. В нашей клинике это, в общем, самый главный операционный эндоскоп. Вот. Ну и если мы соберемся удалять образование, у нас, вроде бы, идет разговор, но что мы пока обсуждаем необходимость удаления. Если мы будем ее удалять, то у нас есть замечательный прибор Эрби, Варьер 300D, который, собственно, нам будет в этом помогать. Сейчас мы найдем, как бы нам войти в пищевод. Вот мы туда вошли. Значит, что касается данного 12-перстной кишки, не связанных с ГУДС, то, насколько я понимаю, завтра будет обсуждение этой темы достаточно активное. Второй день конференции или первой. Вот. Но, мое личное мнение, и мы поступаем так у себя в клинике, что если диагноз АКО не стоит в ДПК, а это одно, то мы выполняем передевые резекции. Это единственное место, где мы отходим от стратегии диссекции, потому что осложнения, конечно, крайне возможны при езде в нянс и грязной кишке. И им очень мало бывает после петлевой резекции, поэтому если мы не оделся дно, мы, как правило, предпочитаем использовать петлю. Прогрессивно настроил Александр Александрович, ведь мы не совсем понял изначальную идею нашей дискуссии. Дискуссия будет петлевая резекция, либо наблюдение. Диссекцию, как мы, честно говоря, действительно в 12-перстной кишке практически не рассматриваем. Вопрос, а так нужно ли вообще удаление этих образований с учетом значительно меньшего риска в организациях, чем, допустим, в желудке или еще что-то, и дальше. Так, у нас нет этих лиц. Но здесь даже без учета такого взрослого пациента, 85-90 человек, вопрос именно о двух моментах возможно высокого риска осложнений, все-таки 12-перстных решений, с учетом агрессивного характера содержимого и деброградственного характера образования. Ну, вот мы сейчас обсуждаем, коллеги обсуждают сзади, что делать с адыдомами, да, если там не слышно кому-то. Олег Борисович говорит, что можно закрыть весь дефект слизистый, тогда не надо будет, и тогда нечего бояться. В принципе, и с этим я согласен. Вот, абсолютно. Ну, вот мы сейчас помоем немножечко и можем посмотреть внимательно. Значит, оплатите внимание, да, лежит оно достаточно удобно для удаления. Вот. Петлевая десекция все-таки проходит в более повязанных слоях, чем десекция, поэтому они каким-то образом защищают мышечный слой от воздействия патриотического сока и от желчи. Нажимаю, да? Ага. Отлично. Я не вижу пока БДС. У меня ощущение, что БДС за складкой будет вот там. Не очень удобный желудок, да? То есть, вот считаю, я нахожу еще неплохо, но до БДС уже так с большим трудом. Мне кажется, он где-то здесь... Это мало совсем возможно. А эти нет. Догадить по данному обследованию, это напротив даже несколько чистальные БДС было. Да? А это что? Знаешь, вот может, просто... Сейчас посмотрим. Да. Пока БДС не видно... Ниже, нет. Это тоже важно. Может быть, нам... Ниже пройдите. Я согласен. Нет, есть кто-то с БДС-ом тогда. Вот. Вот БДС, обратите внимание, да. Значит, атомалый сосок все-таки. Да. Это максимально немножко большого дутинального соска. Обратите внимание, вот, да, был БДС. Лучше, да, потому что атомалитический сосок утечет вниз. Вот. Коллеги, ну, я не знаю. Мое личное мнение, что вот, несмотря на то, что пациент в преклонном возрасте, листом организации невысокий, но пациент уже под наказом, заинтубирован, наверное, все-таки надо его удалять. Вот. Я предлагаю, давайте проголосуем. Что скажет зал? Вопрос, как представится, когда я лежал. У нас определяет тактику лечения, Иван Юрьевич не должен, в данном случае, поскольку решает. А вы хотите, просто, поинтересоваться мнением зала? Интересное мнение. Да. Мнение? Да, конечно. Давайте спросим, что думает зал. Да, я. Кто готов? За то, чтобы удалять, поднимите руки. Давайте, пожалуйста, активно. Скажем, удаление. Короче, ни одной руки и нет в зале. За удаление. Это так на всех силах. За удаление. А кто против? Против большинство. Ну, вот сейчас я говорю, и по-чем он сказал, что пациент на самом деле настроен на удаление. Так ли? Да, дело в том, что на самом деле этот пациент действительно был предварительно консультирован с Кириллом Вячеславовичем, и когда он находился у него на консультации, пациент очень хотел избавиться от этого образования, он звонит к этому, готовился. Сразу у него была предварительная отмена дезагрегантов, которые он принимал за 5 дней, соответственно, с переводом на флексан. И на самом деле здесь было достаточно активное и настойчивое желание пациента в удалении данного образования. Здесь мы сталкиваемся с той ситуацией, когда потенциально мы, наверное, действительно используя какие-то мета-анализы, гейдлайны и все остальное, понимаем, что вряд ли будет ситуация, что это вызовет серьезные проблемы, из-за этого выявления злокачественного образования. Не успеет. Если не дай бог, да, не успеет. Но если, не дай бог, оно вдруг появится или вырастет вообще где-то из другого ряда расположенного места, не знаю, как желудка у нее появится, то человеку будет очень сложно в дальнейшем, чтобы он наставил на удаление образования, объяснить, что это с этим не связано. Да, все понятно. Мне кажется, что здесь еще есть один аспект, это то, что, в принципе, учитывая размер, локализацию этой опухоли, риск осложнения на самом деле здесь минимальный. Он есть. И если пациент был осведомлен, и он был не против, то, в принципе, понимаете, вот некоторым пациентам тяжело жить со сознанием, что у него там какая-то динома, которая может мульминизироваться. И, в принципе, при его желании, при низком риске, я в данном случае, как бы вот, зная, что пациент настаивает на удаление, я тогда ударил. Если бы пациент слушал меня и как бы исключительно ориентировался на удаление, я бы не удалял. Вот я так. Понятно. Здесь, конечно, подход, он такой, все-таки нужно думать о жизни пациента, его продолжительности жизни, о том, что это. Но, на самом деле, в данном конкретном случае, важно, что написано в предоперационном эпикризе. Иван Андреевич, что там написано? В предоперационном эпикризе написано эндоскопическая резеркция слизи 12-серстных пешки. Ну, прекрасно. Как же в согласии? Дальше как в согласии подписанных пациентов. Поэтому предлагаю подгалывать. Действуйте. Если зал не хочет на это смотреть, мы можем отключиться. Нет, пожалуйста, оставайтесь. Я, наверное, соглашусь с тобой с Старик Борисовичем, потому что сейчас у нас все-таки идет тенденция, что пациент участвует в обсуждении, собственно, судьбы в том числе. И если пациент при информировании о рисках все-таки наставит на операцию, то настоятельная канцеропопия и желание пациента тоже является одним из показаний удаления. Но они не хорош. Однако решение принимает. Не гипотластическое. Понимаете, участие это участие в обсуждении. Но в данном случае специалисты решили, что надо удалять. Так, мы смотрим. Завин Викторовна, вас, полковать, слышно чуть-чуть покруче. Месяц назад, приблизительно, может, даже меньше, в российском научном центре хирургии оперировал профессор Игорь Санцей, приезжал, и коллеги подобрали замечательные, красивые случаи аденома, очень похоже, но только там сантилетра два с половиной, и предложили ему как раз на удаление. Он очень удивился, и тактика была выбрана в пользу динамического наблюдения. То есть, их тактика это выполнение биопсии. Если аденома с низкой степенью дисплазии, они ее наблюдают и считают, что гораздо меньше вреда от этих аденом, они меньше озлопочисляются, чем вероятность, высокая вероятность осложнений. И оперируют уже, эндоскопически удаляют только при появлении признаков высокой дисплазии или малинизации, что оправдывает риск осложнений, так как здесь среда агрессивная, это желчка, панкреатические сокры, даже если это клипируется, все-таки, ну, по их мнению, я просто передаю немножко дискуссии, которая была в РНЦХ. И пациентка, хотя она была более молодого возраста, лет 60, уже отказался на эндоскопическом удалении. Понятно. Мне кажется, что это вариант достаточно закономерный и логичный. Я могу сказать, что же передать дискуссию, которая была в 2018 году на первых ночах, когда приезжал Кианахата, удивился своим опытом, у него опыт, Саныч, 150, по-моему, да, удаление дисекции, резекции, в общем, всевозможные методы аденом 12-ти пешки. Он показывал интересные свои данные, что действительно они получали там большое процент осложнений, грубо говоря, 30% в секциях. Изначально они пересмотрели свою тактику и стали все ушивать в основном овеской. И после того, как они стали все это ушивать, процент осложнения у них 50%. А все-таки какие показания у них тогда в удалении? Аденома более 2 см. Более 2 см. А степень дисплазии выделяет как-то? Удивительно, потому что вот это нам показали именно японские гайдлайны и сказали, что они могу сказать лично мой опыт. У меня была пациентка с аденомой нисходящей 19-ти пешкой кишки размера минус сантиметр 4 приблизительно. Была аденома без дисплазии. Когда мы ее удалили, Аденома получили. Это вопрос как из кишкой. Откуда берешь гайдлайсию? Очень тяжело оценить в среде 11-ти пешки и не отчете классификации. Мы не можем сказать, здесь рак или рак чуть-чуть начинается. Когда уже инвазии, мы все поймем, мы уже поздно. Поэтому это тоже сколький момент. Юрий Иванович, еще один повод для клинических рекомендаций, поэтому вопросы тоже. У нас бесконечная деятельность по-береди. Пока все обсуждали, Александр Александрович, что-то сном. Нам повезло, что нас не отключили. Удалил образование. Пока идет визуальный ряд, есть возможность следить. Да, да. Ого, и следить. Да, вот это принципиальный момент, Аденом Александрович, сосредоточенный, нужно прокомментировать. Особенность работы в 12-перстной кишке при любых образованиях, аденомах, либо при попилах, атомеек, первым делом извлечь удаленный фрагмент. В дальнейшем уже осмел к зону резекции, сантистояния, геностаски, все что угодно, потому что принципиальный момент является не потерять фрагмент. Можно извлечь его наружу, как в данной ситуации, можно извлечь его в просвете желудка при более крупных образованиях и потом не из на желудка достать. Но обязательно сохранить морфологически вот этот зон. Да, даже согласен, даже из-за крови ухом, мы сначала возникаем в желудок и только после этого уже осматриваем зону вмешательства. Ну вот, давайте мы осмотрим зону вмешательства. То есть я согласен особенно, если мы говорим об удоноплотомии, о большом на левом сосках, после резекции обычно возникает мощнейшая перистальтика и он быстро еще может везде. Давайте я закрепил этот эффект. Да, вот это основной момент, что в 12-перстной кишке принципиально именно закрытие этих эффектов. Да, даже несмотря на то, что нам кажется, что все хорошо, да, вот видим здесь скакулированные сосуды, во-первых, сосуды могут закровить, в 12-перстной кишка для части, потому что сосуды даже не очень большого калибра кровят достаточно серьезно. Прикрытие, ага. Значит, будем использовать мы клипсу эндостаз, это клипса, которая обладает возможностями открытия и закрытия. Хочу еще напомнить, что мы удалили болит на смешанном режиме, использовали мы режим андокат Q, режим, который как раз подходит для петлевых электродов, для закрытого типа электродов, то есть для петель. Ага, открываем. То есть это режим, который сочетал коопуляцию и резонет в себе. Вот, вот сейчас мы будем накладывать пирсу, чуть-чуть переродите ее, пожалуйста, в вертикальном направлении. И вот так, достаточно открываем мнение, открываем ее полностью, открываем от себя. Сейчас мы положим одну пирсу на дистальную часть, а пирсу пока? Пока просто пирсу прикрываем. Посмотрим. чем хороша эта пирсу, видите, что мы можем... Огонь! Огонь! Можем посмотреть, насколько мы успешно положили ее, только после этого скрепить. Это экономит достаточно много. Не знаю, что эта пирсу она дороже стоит, но иногда это экономит приличное количество денег, потому что зачастую, особенно, это еще пирсу. фигурозная ткань мы можем одну-две-три пирсу бросить, и они все у нас будут неэффективны. Соскользнут или что-то еще. Это пирсу для сложных ситуаций. 12-перстная кишка, я хочу напомнить то, что мы обсуждали, это всегда ситуации сложные, в 12-перстной кишке не бывает в 20-практической ситуации. Открываем. Самое главное, что очень серьезные последствия. И течение тяжелые, и перфорации очень тяжело платекают. То есть, это не перфорация, в плоской кишке, допустим, здесь все значительно сложнее. Сейчас мы не будем торопиться здесь. Нам надо хорошо прикрыть осташуюся часть. Прикроем аккуратненько. Нет, нет, открываем. По шее открываем. Затекаем. Поставь гипс, Все. Все. Сейчас мы будем закрывать вторую часть этого фрагмента, ближнюю к нам. Эти клипсы немножечко мешают, но это не страшно. Сейчас мы хорошо зацепили верхний от нас край образования, вернее, слизистый. Закрываем потихонечку. Вот сейчас, мне кажется, лучше. огонь. Сейчас рассмотрим. Нет, я думаю, что мы на этом закончим. Коллеги, спасибо большое. Вот таким образом мы закончили. спасибо. Спасибо большое. Пока не отключились совсем у нас сейчас по плану нашей, несмотря на то, что мы едем немножко с опережением, по моему, графика, у нас сейчас перерыв по плану. Единственное, что может быть давайте где-нибудь до 12-15, не больше, потому что у нас практически готова встреча пациентка. Ну, хорошо, пойдем.